Пишем, да? Привет, YouTube, с вами Ларин. Я хотел сегодня поговорить с вами серьезно, потому что более серьезной темы для инфлюенсера просто нет. Я хочу уйти с YouTube. Я дал себе полгода, что 19 сентября 2023 года меня не будет на ваших экранах, потому что становятся вещи, которые я делаю, контрпродуктивными. То есть я снимаю клип и заебываюсь. Типа и съемка клипов, если вам кажется, что это так просто, собрал девиц, тачку своего умершего друга, несколько дней съемок, монтаж, цветокор, центрифуга прогона, качественного материала, отсев и так далее, это ничего не стоит. Но клип набирает 86%. Новости, которые дают мне хотя бы 100 тысяч просмотров, тоже набирают, судя по первым часам, которые прошли с момента релиза, но наберу тысяч, может, 50. Я влетаю на деньги, потому что был обещан суммарный просмотр для рекламодателя в районе 100 тысяч просмотров. Ну то есть все, я опустился на дно. Мне это неинтересно. Какие есть здесь варианты решения? Разнести каналы. То есть я делаю канал Тревела, Ларин шагает, делаю канал Музла, куда переношу все клипы. Да, есть такая метода, когда уже существующие клипы за последние 10 лет они могут быть мигрированы на новый пустой канал, если партнерка впишется, и я, соответственно, смогу залить туда десяток своих клипов и экспериментировать просто с каким-то сниппетами, с демками, которых накопилось просто до кучи. И делать вот именно вот этот контент на этом канале. На Тревеле я буду делать Ларин шагает, Бангкокский дневник. На канале, например, видеочаты я буду делать только видеочат. То есть я должен разнести контент на разные площадки. Я уже создал, как я сказал, в ролике, который вы не посмотрели, естественно, потому что вы ничего не ожидаете, когда заходите на канал Ларина. А ожидания это сейчас, это бы вообще научили нас телевизионщики. Моноконтент, что на каждом канале должно быть одно шоу. Посмотрите там всяких приятных Эльдаров, посмотрите Соболева, посмотрите ЧБД. У них, грубо говоря, плюс-минус один формат. Мне всю жизнь нравилось делать то, что советовал мне YouTube на самых ранних периодах своего существования. То есть делать контент Broadcast Yourself. И это означает, что я захотел сделать клип, сделал клип, я хотел сделать реакцию, сделал реакцию, увидел мразь, ее разъебал. В какой-то момент у меня начали отваливаться проекты по типу, что с тобой не так, мразь, когда люди приходят, и я начинаю им советовать какие-то жизненные вопросы, это вообще пишется или нет, на темы, которые в моей компетенции, я могу как-то советовать. И это работает. С 10 лет очень много людей по прошествии пятилетки ко мне подходили и говорят спасибо за контент, и все. Но мне от этого ни горячо, ни холодно, понимаете, потому что цифры, есть цифры. Я не гоню за цифрами, у меня доходы другие. Я знаю, как заработать себе на жизнь, находясь в любой точке света. Может быть, кроме Швейцарии. И разнести трафик, это сейчас цель на ближайшие полгода. 19 сентября моей медийной деятельности не будет. То есть, я бы хотел сейчас анонсировать только, не дать вам ссылки, хотя каналы созданы, но для того, чтобы канал функционировал достойно, чтобы робот-паук его понимал, мне необходимо некоторую отстойку делать. То есть, канал создается, по лютему канал создается, месяц на нем ничего нет, робот его понимает, и ты начинаешь постить контент. Как работают у тиктокеров, мне не особо интересно, потому что мои тиктоки не заходят от 800 просмотров до 10 миллионов, но это разовый случай, когда у нас был Соболев, и мы попали в тренд по старому треку «Коля Хейтер». Поэтому рабочая схема – это сейчас рилсы из старых роликов, это шорцы, и какие-то длинные форматы, подкасты, как было с Сати Казановой, Русланом ЦМХ, даже не взорвым. То есть, просто разнести все на разные каналы. Но это типа не панацея, потому что даже если это не работает, я просто ухожу из этого. То есть, как работают бизнесмены? Крупные, которые, например, открывают там хостел, открывают гостиницу, они создают там трафик, хай, в кафетериях тоже полная загрузка, выдают тебе, как инвестору, который готов купить канал, статуи и продают его, например, за полмиллиончика, за миллион долларов. И это покупается, и все классно. И не то, чтобы я хочу типа канал продать и так далее. Дело вообще не в этом. Дело в том, что в какой-то момент ты понимаешь, что продуктивность твоей работы, она снижается все сразу, ну, как бы в ноль практически. Ну, что такое для меня там 100 тысяч просмотров на видео, которые я делаю несколько дней. Раньше я делал контент проще. Мне это доставляло удовольствие, что 7 дней в неделю у меня выходило 7 разных форматов, но это было время экспериментов, мне это было по кайфу, я нащупывал методы, я пытался понять алгоритм, как они работают, в какой-то момент я понял, формат 2 года спустя работает, выстрелил один из, и в целом у меня стало все хорошо, я начал разбавлять другими форматами и так далее, YouTube сильно изменился, и теперь YouTube хочет моноконтент. Я не готов делать моноконтент, я буду разводить форматы, но я даю себе на это буквально полгода, вот ровно до 19 сентября я буду этим заниматься. Если не получается, я сворачиваю эту деятельность и просто занимаюсь тем, что я делал параллельно на протяжении этих полутора лет на острове, занимался бизнесом, нетворкингом, помогал людям, и это приносило какие-то результаты финансовые, знакомства, то есть понимание дел, как обстоят ситуации на острове, где есть короли острова, где здесь крупные девелоперы, которые строят улицу. И я вам скажу, что это финансово успешнее, мне никогда не были нужны финансы, когда я заходил на YouTube, у меня задача была заработать 1000 долларов в месяц. Потому что 700 долларов я зарабатывал, работая в офисе, потом я перешел во фриланс, и фриланс принес мне там полторы-две тысячи долларов. Но в конечном итоге это тоже превратилось в работу скрипта. Если ваша жизнь кажется вам работой скрипта, какая бы захватывающая и необычная по сравнению с занятостями своих, ваших друзей, она казалась, для вас это и работа скрипта. Для меня даже работа над какими-то сложными проектами а-ля Борщевик, трилогия, Донбасский дневник, Донбасский бангкокский дневник, клипы. Это очень большая работа с точки зрения отсева материала. На монтаже это жесткая центрифуга отсев хорошего материала для того, чтобы ты уместился в формат и сделал магию. Здесь людям голову поебал, включил майндфаг, здесь ты нашел какое-то решение визуальное, где-то тут нашел решение смысловое. Ты работаешь так на протяжении недели. Я находясь в Бангкоке, 4 дня не выходил из номера. Я делал этот клип. И мне по кайфу. Я вот его смотрю, он кайфовый. Он правда кайфовый. Но я не могу заставить людей почувствовать то же самое. Это не кайфово, допустим-то. И надо делать то, что приносит тебе удовольствие. Да, мне нравится делать клипы, но мне не нравится, когда мои клипы обливают говном по причинам, которые необъективны. То есть, клип девки, он концептуален. Интро длится полторы минуты, потому что в это время мне надо рассказать историю. Ковбой, вампиры, вот это все. И потом начинается песня. Это не зашло вообще. 200 тысяч. На последнем клип 58. Стас, подсас, стукач. Там полмиллиона просмотров. Но это все семечки. Когда в 16, если я не ошибаюсь, году у меня уже стреляли там Ларин против, Коля хейтер, текст песни. Типа, были хорошие цифры. Там от 10 миллионов. Потом вышел «Мало значишь». Да, он набрал не десятку, а там что-то в районе трех-пяти. Поправьте меня. Мне было по кайфу, потому что, ну, такого не делал никто. То есть, клип написан в номере отеля. И за два дня снят в условиях достаточно суровой камчатской зимы, ночи. и это прям кайф. Это событие. Я, ну, до конца своих дней, мне кажется, буду это пересматривать. Можете переслушивать. Так я обычно такие вещи смотрю без этого. То есть, потому что мне нравятся режиссерские движения. Я ощущаю себя как гражданский режиссер. То есть, в них есть история, в них есть динамика и все такое. Мне это нравится. Но мне не нравится, когда мне приходится зарабатывать на контенте. Ни в одном клипе у меня не было рекламы. Ни в одном. Мне приходится делать ролики, там, новости, которые вот сейчас вышли. Я там воткнул рекламу. Я постарался, сделал это в Бангкоке. А ролик непосредственно, там, кривя душой, я сделал ебучий новостной ролик. Мне класть на новости совершенно. Мне неинтересно. Мне неинтересно. Если произойдет какой-то удар по Польше или там ввод в СУ на территорию Ростова, оккупация, да, об этом я узнаю. И мне есть о чем рассказать. То есть, мне не надо как Лебедеву Варламову череду новостей, где ты ха-ха, вот это все могли бы получше. Бух, следующая новость. Вообще, у меня есть мнение, что всех комиков надо перевешать. Ну, не физически, а просто их порицать. Потому что, что делают комики? Комики, они смазывают эмоцию от каждой конкретной новости. у тебя, ой, как ужасно, Бахмут бомбят. Ха-ха-ха-ха-ха, этот чувак спрятал себе в анусе полкилограмма кокаина. Ой, отбили, значит, русню силами Украф и все и пошло, Херсон туда. Ну, это важно, наверное, в войне мы проигрываем вторая армия мира. Мне похуй. Ну, потому что до этого у меня были вбросы из разряда смешно, грустно, смешно, грустно, ролик заканчивается после 30 вот таких вот мувов, и ты не понимаешь, что думать. Ролик, в моем смысле, он должен быть целостным. И даже, если у тебя новости забавные, все равно ты должен делать лейтмотив, иначе в этом не имеет смысла, иначе ты такой же пропагандон, который просто ты можешь быть оппозиционером и так себя ощущать. Однако, суммарная интенция твоего ролика, она заключается в том, что было «Ха-ха-ха! Ага! Ук! Ага! Как там можно?» И эта эмоция, она смешивается. У людей еще память такая, что заменяемые параграфы, да, и это нормально, что люди зашкварились, не зашкварились, мы их все равно слушали, потому что вот здесь у него хайп. Ну, я считаю, что так быть не должно. Я понимаю, в условиях невоенного времени, да, можно делать что-то такое, что человеку жрать нечего, ну, типа, жрать не подо что, и он там пожрал, и у него все классно, но по факту не в те времена живем, господа. Типа, время высказаться деятелям деятелям искусства, и о чем они высказываются? О чем они высказываются? Собурова попросили высказаться, обосрался. Белый тут, Руслан, да, он начал вкидывать прямо жестенько про всю эту историю, как бы не относился, кстати, не очень котировал всегда Белого, но сделал хорошо. На выступлениях не стеснялся в выражениях и так далее. Орлов, бля, Орлов, это вообще, типа, как мне кажется, он очень лицемерный тип, он был здесь на Бали, и у меня вообще, у нас, у нашей банды, у которой есть здесь студии, все такое, техника, у нас эксклюзивная возможность снимать все события, все ивенты, которые происходят в парке, то есть, я могу в любой момент, не покупая билет, сколько бы он стоить, со своим оператором прийти и задавать вопросы и так далее в условиях концерта, прям ворваться и снимать потихонечку. Я ворвался на концерт Орлова, и следует понимать, что я не просто как незваный гость хуже татарина, я пришел к Орлову, типа там где-то на середине и слышу, он вбрасывает что-то там политическое, бла-бла-бла, и я начинаю это подснимать, я понимаю, что все подснимать не надо, потому что, ну, зачем у них выйдет фильм и так далее, просто какие-то острые моменты, там забавные моменты взаимодействия с залом, потому что по секрету вам он не мог выдавить там процентов, наверное, 70 шуток, у него не заходило, то есть, вся его программа, по большому счету, состояла, большая часть его программ состояла из общения с залом, такой псевдо-импровистом, и про дыхание матки было вкинуто, и про вот этих вот третьеглазых, и как обстоят дела на местности, и какие-то очень недалекие женщины вкидывали какую-то дичь, я кричал с зала, типа, э, бро, да не так, все, хочешь, расскажу, он такой, расскажи ей, я говорю, за дополнительный прайс, и люди смеялись, то есть, было много взаимодействия меня с Орловым, первое взаимодействие произошло там, где вы все видели этот рилс, я на балконе, мне ни хера не слышно, и, значит, я подснимаю сверху, у меня вездеход, я хожу везде, ему что-то вкидываю, он такой, а, это Ларин, бла-бла-бла, что-то такое, и он испугался, видно, что он испугался, и начал что-то вбрасывать, типа, это подкаст, что ли, я говорю, ну да, отчасти, потому что мы с тобой, чувак, договаривались о подкасте, то, что цейтнот не вышел ни у тебя, ни у меня, это не мои проблемы, к слову, я в гримерке с ним оказался после концерта, и мы достаточно мирно поговорили, но фраза о том, что, Ларин, твое время закончилось, вот после панча, где я сидел на балконе, а он на сцене там выебывался, типа, он-то аккуратно вкинул, люди засмеялись, охуенно, разъебал, но ничего, что через три минуты я оказался в зале, и находился там, бегал в разных местах, слева, спереди, сзади, где-то там, подснимал его, и видно прямо, когда он крашился, когда он не понимал, на что ответить, а зал был не очень активный, не то, чтобы там было много хехов, смехов, и прочих реакций, ну, типа, он прям, я вижу, как он стреляет ко мне глазами, потому что он знает, что экспат здесь, я в долгую, да, все остальные такие, мы приехали из Чангу, вот мы только что там купались на волнах, катались, обгорели все, о, давай комик посмотрим, который в России есть, окей, ладно, хули на меня палить, пытаться как-то ответить, ну, моим вбросом, на ответ человеку, ну, ты понимаешь, как работает псевдоимпровиз, меня это взбесило, потому что я увидел, рилс, единственный рилс, того события, где Орлов, такой, вот выразил первый момент, когда мы перекликивались с ним, с балкона, он такой, типа, бла-бла-бла-бла, и втихаря, чтобы я не слышал, он понимал, что я не слышал, все, он такой, типа, да ладно, Ларин, твое время прошло, я такой, что нахуй, ну, потом, тогда я не слышал, я просто спустился, начал подснимать его в других местах, людям не мешал, сидел на четвереньках, там с камерой все подснимал, у меня куча материал того стендапа, и где он шутит, и где эти шутки, хуйня, и где происходит какой-то бред, бред третиглазых, убудских, и я просто, ну, типа, подхожу, после концерта к нему, в гримерку, спокойненько, он сидит, не знаю, зажатый, не зажатый, но общительный, да, вроде как-то общались, на очень уважительной ноте, вот, поговорили про общих знакомых, у нас они есть, там, и среди организаторов, и так далее, и ничего не предвещало беды, из нашей камеры, мы с тобой договаривались на подкаст, помнишь? А, это Ларин, и ты решишь, подожди, это подкаст, что ли, сейчас у нас с тобой? Это подкаст? Ну, отчасти на. Блядь, это подкаст, где не дали ему микрофон, получается. Вот есть текличка, давай, вот ты сейчас на стополочку, на хуяк, давай лови. Подожди, нет, нет, а зачем? Ты, блядь, снимешь мой концерт, выложишь, и заработаешь все мои деньги. И ты это выложишь? Нет. Нет, чувак, твое время прошло. Ладно, смотрите, что я имею в виду. Ладно, смотрите, что я имею в виду. Да что ты имел в виду, понятно, в принципе, ваши схематосовские, стендаперские приемчики, они в целом и сводятся к тому, что ради красного словца не пожалеешь и отца. Хотя мы с тобой, сука, договаривались за несколько недель о том, что подкаст у меня будет, другое дело, что по таймфрейму не получилось ни у меня, ни у тебя, но в последний момент я как резидент парка имею право снимать любой эксклюзив, который находится на территории парка, мне, наверное, можно снимать это. А то, что у тебя мисс Ростон, и ты не хочешь ударить в грязь лицом перед аудиторией, которая и так очень даже относительно смеется, надо почему-то, блять, поднять на смех меня. Хотя все шоу, которые мы делали для парка, Моргенштерн, Элджей, Сати Казанова, они получились пиздатые. День открытых дверей в парке, это все работает до сих пор на имидж парка. И тут проходит какой-то, блять, новоявленный комик, который светанулся только у Дудя, у которого невозможно выбрать что-то, что смешно, которое работает на протяжении всего концерта в парке в нашем, на уровне. А подкиньте мне еще панч-лайн, что-то вы не смеетесь. И люди уже там выжимают из себя всю эту хуйню. И он начинает спрашивать про дыхание матки, вот про вот эту срань, блять, совершенно не понимаю контекст инвестиционного климата, категории людей, которые там тусуются. Нет, надо меня нахуй обосрать, хотя по факту, когда оказался в гриморке, что-то глазки были потуплены, и о, давай, давай, давай поработаем, давай поработаем. Братан, это делается не так. А тот факт, что титр, когда вы общались со мной, он был подменен, я там ни разу не сказал тебе нахуй. А в контексте вы можете пересмотреть этот момент титров, субтитров этого видика, я как будто выгляжу как полный конч. На петушине поступок. Ну, типа, если ты хочешь показать себя таким крутым на фоне того, что у Ларина сейчас малые просмотры и все такое, ну, это поступок слабый, как я считаю, потому что, ну, ты же комик, ты же артист, мы-то так, шушера-блогеры, да, несмотря там на короткометражные фильмы, которые я сделал, на клипы, которые набирали 20 с лишним миллионов просмотров и не один, то ты пытаешься вот сейчас на Ларине, который набирает 50-70 просмотров на роликов, как-то на мне выехать, типа, фраза «Твое время прошло». А ничего, что потом, когда я спустился в зал, начал снимать с тебя с разных мест, ты глазами, как я уже говорил, следил за мной, потому что зал тупил. Зал приехал из Чангу, Семиньяка, они вообще не врубались про те вещи, которые ты вкидывал, потому что у тебя в голове стереотип, что Бали, это просветленные, третьеглазые, дыхание матки, этот мем уже всех заебал окончательно, и ты такой, типа, вот эта хуйня, значит, ну, какой-то человек вкидывает дичь, и давай-ка я спрошу у Ларина, я прям вижу, и как ты смотришь на мою реакцию, как ты пытаешься какой-то от меня взять фидбэк, и ты просил его, когда в тупняк заходили вопросы и ответы от людей из зала, пишут вообще, от людей из зала, и, ну, типа, что вкинет Ларин, чтобы можно было это пораздувать, ну, не в кривом контексте, естественно, а уже в каком-то контексте сетапа, чтобы ты мог сделать панчлайн, потому что фразы на твоем выступлении звучали следующим образом, ой, не вышло, а давай мы тебе закинем про это, а давай мы тебе закинем про Чангу, а давай мы тебе закинем про Семиньяк, а давай вот про это, вот так, вот так, вот так, когда началась шиза какая-то от людей, которые пытаются закинуть тебе сетап, и ты понимаешь сам, что у тебя нет панчлайна для того, чтобы это озвучить, ты такой, типа, раз на меня смотришь, я все это видел, я был постоянно, я был в разных концерт зала, слева, справа, у сцены был, у меня лежал там радиопетля прямо на сцене с тобой, я хотел сделать хороший материал, типа, наверное, у тебя был в райдере запрос, что снимают только двои, а какие-то левые типы не снимают, но на секундочку, я работаю с парком, у нас эксклюзивные права на съемку всего, что творится в этом парке, где ты выступал, ты этого не знаешь, поэтому какого-то хуя ты поднял меня на смех, хотя я не слышал эти фразы, потому что я находился в вип-зоне, я просто хотел сделать хороший ракурс тебя сверху, чтобы показать объем, как бы шоу, как люди смеются, как ты себя ведешь на сцене, я просто, ну, там был вброс про то, что я тебя не слышал, я говорю, вот тебе микрофон, вот эти скину сейчас и все, и он такой, я дошел, и типа, твое время прошло, ебать, вот эта вот позиция Стаса как просто, который по факту всю свою жизнь косплеил меня, набрал просмотры, за счет того продает войну, и сейчас он такой, ой, Ларин, да че Ларин там, у него 100-200 тысяч просмотров, а у нас вот миллионы, ну да, я войну не продаю, типа, это странно, и из тех моментов, когда ты взаимодействуешь со мной, почему-то ты вставил только этот, хотя кейсов и панчей, которые дородил благодаря тому, что вкидывал я, ну, оно достаточно, я вижу в этом какую-то попытку дискредитировать меня как деятеля, какого хуя, я делал стендапы, когда ты этим вообще не занимался, что ты делал в 13-м году, что ты делал в 14-м году, ну, там, в 18-м ты появился у Дудя, у тебя пошла волна хайпа, ты начал путешествовать по Европе, по тропическим странам, все у тебя классно, но, тем не менее, ты опять-таки выступаешь в России, да, охуительный ты, конечно, оппозиционер, хотя было сказано мне, когда я уже пришел к тебе в гримерку, мы поговорили более-менее, ты был немножко скован, как я помню, и мне сказано было, ой, Дима, пожалуйста, не загружай этот ролик, но у меня нормальный материал, я его вставлю в это видео, потому что я считаю, что это, ну, некоторый фи, вброс в сторону меня, поэтому я сейчас это все залью, не буду спойлить твои панчлайны, охуительные, которые ждались просто на месте, так может каждый, это называется псевдоимпровист, тебе ли не знать, поэтому я все это сейчас повставляю, будет ролик, может как-то люди поймут, что ты и как ты, потому что мне на стримах пишут, типа, ой, я зашел на подкаст, сейчас после орился, шорца, от комика, и ебать, Дима, ты кем стал, да вы охуели, вот еще раз, возвращаясь к тому, чем я занимаюсь, вот у тебя моноканал, на этом моноканале, на ютубе, ты делаешь что, стендап, выроски, шуточки, я снимаю, короткометражные фильмы, мнения, обзоры, рискую своей ебаной жопой, поэтому я здесь, от уголовного дела из России я сбежал, и ты мне начинаешь, блять, вкидывать, что Ларин, твое время ушло, ты никто, кусок говна и так далее, в дистанция покажет, братан, дистанция покажет, вообще говоря, про комиков, я может сейчас грубую вещь скажу, у меня есть приятель, который шарит в медийке, работает со всеми топовыми, блогерами, начиная с 12-го года, и он говорит, и я с ним полностью согласен, может быть не в столь жесткой форме, он говорит, всех комиков надо перевешать на суках, почему, да потому что комики, они сглаживают повестку, то есть, это опять-таки к вопросу про новостей, потому что, мне не нравятся новости, у тебя новость там, здесь человека посадили за лайки, здесь, значит, там, американец снашался со своей семьей, здесь, значит, у человека подпилили дверь, и эшники расстреляли людей, дальше новость, а вы знаете, что британские ученые выяснили, бла-бла-бла, ха-ха-ха, то есть, а эмоции скачут, ууу, 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 какой ужас, и вот так далее, то есть, я считаю, что комики в условиях военного времени должны рисковать своей жопой, ровно так, как блогеры, по крайней мере, частные блогеры, я себя отношу к блогерам, к публицистам, так или иначе, и мне не зазорно сказать, что вот здесь ад, здесь пиздец, и я готов рискнуть многим, я рискнул своей семьей, я рискнул своим капиталом, который у меня был построен в Питере, у меня была своя студия, у меня было начало бизнеса, я закрыл ООО, я купил практически землю в Ленобласти, чтобы строить свое гнездо, хуяк, я в Азии, и все начинается сначала, я открываю компанию, ищу земельные участки, ищу крутых типов, с типов с кем поговорить, здесь, естественно, их не очень много, со мной, к тому же, не очень хотят общаться, и я вот двигаю свою движуху, я помогаю этому месту, паркю, в котором ты выступал, о котором ты нихуя не знаешь, и через неделю я вижу Рилс, в котором, не услышав мой ответ, Орлов говорит, твое время прошло, нахуй это надо, люди, ха-ха-ха, Ларин, время прошло, ты уехал, я здесь живу, блядь, вот кто-то из парка, кто находится здесь, кто взаимодействует со мной, может сказать, что типа я скатился там, и зазнался, и вообще хожу такой, типа здесь, как в песне Big in Japan, да, Big in Japan, знаешь песню, это не про то, что ты едешь в Японию, делаешь там какое-то свое музло, свои музы, и у тебя, соответственно, появляется новый хайп, несмотря на то, что в России там, или где-то на твоей родине, у тебя все так себе, нет, блядь, Big in Japan, это про то, есть разбор этой песни, альтернативная история, о том, что ты можешь, будучи там медийщиком, музыкантом, блогером, приехать куда-нибудь очень далеко в Азию, и начинать заявлять, что да, да, я там этим занимался, у меня там цифры вот такие, и все такие, вау, вау, нет пророка в своем отечестве, но здесь ты, вот, ценный, ты будешь здесь у нас амбассадором, здесь ты нам поможешь, проконсультируй меня, и знаешь, я вот это все выкупаю, и ни один человек, с которым я работаю, ни разу не заплатил мне какие-то серьезные деньги, и ты приезжаешь гастролями, чесом, по Азии, на бале вкидываешь про меня такое, мне обидно, правда, ну, знаешь, я, знаешь, как я работаю с обидой, я это не закрываю, ну, я разъебываю, типа, я могу общаться с людьми на мягких лапах, как с тобой было после гримерки, мы пообщались, все, с корешами твоими познакомились, с некоторыми контакт поддерживаем, но когда выходит этот рилс, я такой, это ты охуел, а почему ты не выразил другие рилс, где мы с тобой взаимодействуем, и это помогает тебе шуточки прикручивать, да, когда я вкидываю какой-то там просветленный, третьеглазый дурочке, которая вкидывает дичь, я говорю, это не так, тут вот так, вот так, вот так, могу помочь за низкий прайс, ты подхватываешь, а за низкий прайс, Ларин тебе поможет, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, вот такие возможности, то есть позитивно, прямой контекст, и меня вот это бесит, когда меня что-то бесит, я не сглатываю, понимаешь, если я начинаю это сглатывать, я иду на компромисс с собой, поэтому я предлагаю тебе единственное решение, которое может как-то, я к тебе отношусь нормально, типа, к комикам глобально я отношусь хуёво, потому что вы делаете контент, который у людей смешивает реакции, то есть ты создаёшь качели, о, ужас, а, нормально, о, ужас, а, нормально, и люд такой на выходе, а о чём был стендап? Ну, в целом мы смеялись, ну, типа, время высказаться деятелям культуры, и о чём ты высказался? На импровизе, на псевдоимпровизе, поспрашивал, повкидывал традиционные мемы, думаешь, думаешь, я не знаю, как это работает, я проехал дважды по стране, трижды, блядь, объехав двадцать, не соврать, в районе тридцати городов со стендапом ты можешь вспоминать домики на деревьях, ебучие, ну, первый сын, ошибок трудных, да, опыт, но я тебе скажу, что дальневосточный тур люди гоготали, у меня есть записи, у меня есть записи твоих выступлений, и мне не в облом сейчас по прошествии двух месяцев залить это и посмотреть, насколько ты пиздатый комик, зачем это нам надо, давай просто поступим следующим образом, неважно, где ты сейчас находишься, в Паттайе, в Бангкоке, в Бангкоке я буду в середине апреля, поэтому либо давай встретимся, либо давай, я без негича, всегда, я всегда без негича, но я всегда против лицемерия, если ты продолжаешь эту движуху, я буду жрать с тебя хайп, я буду тебя разъебывать, типа, у меня так работает, это, ну, такой, не Илья Орлов, ну, если я вижу, что человек на меня гонит, не по существу, вырвав из контекста, ну, блядь, у меня не остается других вариантов, я воспитан не в той парадигме, в которой, возможно, вырос ты, ты вырос в очень депрессивном городе, в депрессивной среде, там, Норильск у тебя, или что, я вырос в местах пожёстче, типа, село, образованное вокруг тюрьмы, там у нас другие принципы, там надо пожёстче себя вести, поэтому, я просто хотел бы статус-кво сейчас сохранить тот, в котором я тебе предлагал с 26 по 29 числа того месяца сделать подкаст, так вышло, что таймфреймы ни у тебя, ни у меня не срослись, и в последний день, когда я понял, что у тебя шоу, я пришёл с моноподом, пробегал, ёбаные три, три часа, как ссаная мышь, снимал тебя отсюда, оттуда, оттуда, у тебя бугуртнуло, что я снимаю свипки, потому что меня друзья туда пустили, мне нужны были хорошие кадры, и всё, я начал с тобой взаимодействовать, и это тебе помогало, то есть я не выглядел, я не выглядел как хэклер, я прекрасно знаю ситуацию, когда есть человек, который подкидывает тебе сетапы, чтобы ты что-то родил, да, своим креативным мозгом, скажем так, а есть хэклеры, которые кричат, не смешно, я это прекрасно понимаю, я стендапом занимался раньше, чем ты, хуёвый, не хуёвый, на 44 года, города, который я объехал, я купил себе квартиру сразу, вот так вот, на изи, да, это было модно тогда, да, отчасти это был такой сходочный режим, что люди просто на популярного типа приходили и смотрели, как он себя ведёт, там потусить, купить мерчи, всё такое, но, братан, мы одного поля ягода, да, я, может, не дозрелый, а ты там прям вот сейчас уже такая наливная, сочная клубдичка, поэтому мне заёбывает, что мне начинают писать в комментах, что люди, говорят, я пришёл после комика Орлова, срился, вы ещё их, блядь, перевели, озвучили субтитры, воткнули, где субтитр от меня был переведён неверно, типа, вы можете посмотреть, там другая фраза, выкрутить громкость и почитать, что написано, и услышать, что я сказал, я в этот же момент понял, что тебе некомфортно, что я вещаю со студии, с ВИПки, я моментально спустился, всё, я отсюда поснимал, я поснимал с другого конца ракурса, я подошёл к сцене, всё, у меня хороший материал, прихожу к гримерку, поникший какой-то ебал, ебало, ебало, времени нет, извини, на подкаст, сидит три человека в гримерке, я был в разных гримерках, у Моргенштерна и всё такое, это выглядело куда серьёзнее, типа, вот он тянет на артиста, которому там не жалко, который хочет хороший материал, и так далее, давай вот эту хуйню остановим, потому что меня это триггерит, мне заебало спускать какие-то вбросы по поводу себя на тормозах, я готов поработать с тобой, мне интересно, мне интересна сцена стендапа, как она сейчас развивается, я знаю кучу людей, которые помогают тебе на острове, и не только на острове, в других регионах Азии, проводить свои концерты, чесать так же, я не знаю, как там у вас проходили концерты, но концерты на Бали, они были, ну, по большому счёту, псевдоимпровисты, там, пиздец, какая подготовка нужна, да, люди улюлюкили, и всё, но те типы, которые находились на твоём концерте на Бали, они мне писали, подругам своим писали, а, Ларин был послан нахуй этим Орловым, да ты охуел, что ли, давай точки над «и» поставим, если нет, если ты не хочешь, сейчас у тебя нет времени поставить айфон, по зуму созвониться, какие-то вопросы обсудить, не только разбор полётов по поводу твоего поведения и шуточек, но типа, меня это не столько триггерит, сколько меня триггерит твоя лицемерная позиция, после всего этого, всей этой хуйни, напомню, мы с тобой встретились в гримерке, я даже кусок суши у вас там съел, спасибо, оказалось, что вот всё нормально, только, Дима, пожалуйста, не вырезай панчлайны, потому что мы едем ещё по Азии, мы сейчас будем зарабатывать там денежки, и ты спалишь панчлайн, а я был готов на следующий день уже всё собрать, у меня есть материал, я его вставлять буду сейчас вот прямо, но, как мы договаривались, я не буду палить панчлайны твои, я просто вставлю какие-то моменты разговора со мной, это не длинно, которые помогли тебе выйти на панчлайн, на твоих других концертах я, скорее всего, не буду, если ты меня не пригласишь, но, как по мне, взаимодействовать с залом у тебя получалось хуёво, ты пытался выжать панчлайны, а сетапы там были, ну, шизовые, блядь, ты в убуде, как бы, тут третеглазые и свои приколы, то есть люди приехали из Чангу-Семиньяка, и там контингент совсем другой, я пытался как бы донести, те вещи совершенно бесплатные, которые я выкупил за полтора года, и которые могли бы людям помочь, и даже девочка, которая там начала тупить про какую-то, ой, там вот это, вот это вот так нельзя, я говорю, можно, ко мне внимания не обратили, но ты там взглядом меня ловил, там, я прям видел, то есть я перемещался быстро, с одного края на другой, но я картинку хотел сделать, моя радиопетля лежала у тебя на сцене, чтобы звук был более-менее, это всё есть, всё сохранено, я буду это сейчас вставлять, я не буду твои панчи, которые это заготавливал для психологии, вставлять, но я материал этот сделаю, вот прямо сейчас я дописываю, иду монтировать, и я предлагаю тебе, Илья, просто выйти со мной на связь, если ты не хочешь там пересекаться в Паттайе, на Пхукете, в Бангкоке, я в Бангкок просто еду, мне больше нахуй ничего не надо, да я хочу в цивилизацию там потусить месяцок, и вернуться на Бали, доделать свои бизнесовые дела, поэтому я предлагаю тебе просто, ну, не дебат, я хочу с тобой нормальный подкаст, потому что мне интересно, каков стендап нового времени, потому что, в моём понимании, вы делаете вообще, блядь, не так, как Кевин Смит, Джим Керри, Ричард Прайор, Луис Си Кей, хотя пытаются там всякие незлобы, да, даже поперечные это делать, я хочу выкупить твою схематосину, потому что то, что я увидел, это псевдоимпровиз с залом, как будто бы у тебя биты даже не были подготовлены, ну, биты как бы твои темы, и, ну, давай пообщаемся, мне, я без негича, ещё раз, я пытаюсь всегда во всех своих подкастах интервью, вытаскивать из человека, не инфу прямо, а человека, человека, у меня подкасты не заходят, потому что они экзистенциальные, людям нужны, сколько ты зарабатываешь, как ты относишься к этому, к войне, ну, я, может, тебя спрошу, почему ты до сих пор, будучи таким охуевшим, оппозиционным, продолжаешь выступать в России, ну, типа, у тебя там сращивается, вот это всё, это нормально для тебя по-двоему, то есть, вот это я точно спрошу, как повлиял на тебя дуть и так далее, ну, то есть, это будет подкаст, и я бы хотел просто нивелировать, вот этот момент, этот рилс, который меня, ну, не то, что разъебал, да, ну, я увидел, закрыл и всё, просто сейчас сижу, и осмысливаю какие-то вещи по поводу форматов, для меня сейчас форматы самое важное, потому что 12 форматов, которые я сделал за 10 лет, они работали в своё время, сейчас не работает нихуя, связано ли это с тем, что каналы стали моноконтент, типа, как ЧБД, вот один формат, всё, дальше, типа, следующий канал открываем и так далее, то есть, у меня подход старой гвардии, я делаю всё на одном канале, аудитория меняется, аудитория, там, стратифицируется, кому-то интересно, там, видеочаты, кому-то, какие-то стандартные зарисовки, кому-то новости, кому-то клипы, и в итоге алгоритм изменился таким образом, что ты либо вот этот, либо вот этот, либо вот этот, поэтому мне интересно с тобой поговорить, как по механике комедии, так и по механике ведения социальных сетей, есть ли у тебя там контент-менеджменты, почему ты сделал так, но, бро, я, ещё раз, с искренностью тебе говорю, что эта хуйня будет педалироваться, я нарежу из того материала, который у меня есть, твои ябучие фейлы, мне совершенно это несложно, если ты будешь педалировать эти вещи, я пойду дальше, лучшее, что у меня получалось за 10 лет, это разъёбывать людей, я сделал карьеру на том, что я разъёбывал мразей, я искренне надеюсь, что ты не мразь, потому что, когда я смотрел твой подкаст с Дудём, ты мне показался человеком симпатичным, но вот эта хуйня, она неуместна, ты воткнул про меня момент, когда не услышал со сцены что-то, мой тезис, который я тебе говорил во время этой перепалки, хотя люди смеялись, ты перевёл субтитром совсем по-другому, на изи могу тебе пруф предоставить, но это был абсолютно кривой контекст, мне это не нравится, то есть я не терплю, я могу терпеть разные вещи, но я не терплю лицемерие и свинство, поэтому давай поговорим, этот ролик обращён к тебе, зрители Орлова, напишите ему, пусть посмотрит, а я просто заканчиваю это интервью и отправляюсь в Бангкок через 2 недели, надеюсь, мы там с тобой словимся, а ещё раз, я без Негича, я человек, который пытается распаковывать людей, у меня это прекрасно получается, у меня была Сати Казанова, вот если смотреть все интервью с Сати Казановой, за прошедшие там 7-8-10 лет, там одни и те же вопросы, у нас удалось так пообщаться с ней, что человек раскрылся как человек, я хочу раскрыть тебя как человека, мне вообще не ебёт, сколько ты зарабатываешь на стендап, когда ты начал, это наверняка было раньше, чем начал я, каким бы стендап, повторюсь, не был, но я хочу сделать материал, и мне кажется, что вот за этот, эй, 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 что за этот вброс, который ты сделал, мы вполне могли бы пораздувать и так далее, то есть, хочешь, действуй, не хочешь, я буду принимать меры, это не угроза, я не терплю безосновательные оскорбления в свой адрес, один тут пытался, в итоге на него диз, и сейчас его на ютубе нахуй нет, он ушёл в Соловьёв лайф, ну, типа, у тебя есть вариант задуматься, не то, что, типа, подумай, сейчас будет разъёб, задумайся, ты работаешь и на Россию, ты работаешь и на Азию, где-то там деньги чистые, где-то там деньги красные, красные, чёрные, посмотри на шац, что происходит, типа, проблемы комику, который работает без лицензии, выступления в азиатских странах, они вполне себе адекватные, мало того, что тебя могут депортировать, так ты ещё штраф заплатишь, чтобы ты хотя бы когда-нибудь пролетел сюда и начал зарабатывать, это не ультиматум, я просто бы хотел расставить приоритеты, мне, да, не то, чтобы прям часто пишут, о, Ларин, твоё время ушло, с хуёв ли ты знаешь, сколько ты на хайпе? Годик? Два? Ну, типа, я был постарше, в эту будку стендаповскую, как и по классике, с батл рэпом, да, который был нахуй никому не нужен, там, не считая Оксимирона, но, три, два, топовых, версус батла, сделали, из пяти, топовых, я, Хованский и Джарахов, с ними сейчас всё нормально, никто не говорит, что кто-то зашкварен, просто, вот, вот, вот я опять вижу этот шовинизм, когда, ой, мы представители профессии, а вот эти вот все, они любители-дилетанты, все, блядь, когда-либо были дилетантами, послушай, Ричарда Прайора, послушай, Эдди Мёрфи, послушай, Джо Рогана, люди говорят, что, блядь, первые свои концерты, я просто обделывал штаны, не снимай их, это пиздец, и ты думаешь, что, вот, ты достиг какой-то схематосины, которая позволяет тебе, там, попадать в нерф, и это раскачивать, и так далее, работая с залом, что самое простое, самое сложное, это как, ну, скажем, Луис Секей, делать контент, который ты слушаешь, прямо бит, 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 ну, либо, там, прайор, опять-таки, да, или как, или как Билл Мар, то есть, этот контент совсем другого уровня, никто из вас никогда такого не делает, все, то есть, если вы возвели себя в абсолют, надели на себя корону стендаперов, ну, вы нахуй идете, потому что стендап, это век учись, век живи, еще раз, почему стендаперы сейчас лезят в медийку, причем никто из них не является стопроцентным стендапером, все ползают по каким-то шоу, подкастам, кто-то даже собирает бабки, да вы, блядь, работаете в нашей сфере, поэтому, это вот опять-таки не то, что вылезет в нашу культуру, мне похуй, культура общая, культура рэпа общего, стендапа общая, блогеров, да даже тиктокеров, это вот эта сцена, а если вы закрылись в Сумбабле, где вы шутки себе генерируете, редактируете друг другу, на разогреве там эти типы и так далее, и вот вы ебать боги юмора, к которым, повторюсь, дохуя вопросов, ввиду... пишет? ввиду вопросов, которые, ну, вы не очень-то способны ответить, да, ну, с исключением может быть опять-таки белого, который прям отжег, и сейчас в новостных сводках, что ты сделал для этого, кроме того, что вернулся в Россию, стал дома давать концерты, что сделал Нурлан Сабуров, когда называл женщину, которая вышла с бело-червоным флагом, и сказал, что это, блядь, месячная, ну, типа, шиза, поэтому, господа стендаперы, давайте не зазнавайтесь, давайте взаимодействовать, проблем совершенно никаких нет, и я готов как бы общаться с тобой, там, с Максом, которого ты знаешь, с Аганисяном, на сходке автопати Афгани... 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 Афганистана, блядь, Аганисяна я должен был быть, на этой сходке у меня умер кореш, дальше начался полный пиздец, это осмотр тела до приезда ментов, проверка, что вокруг, спуск своими руками упосиневшего тела, организация, вместе с Максом, кстати, организация всех процессов, биопсии, правильного морга, вскрытие, депортация, сожжение, естественно, депортация праха на территорию, там, Астраханской области, где отец живет, то есть, и мне, блядь, при всем при этом, да, я половину вот того комьюнити, которая тебя привозит, я вот знаю, я знаю, облупленного, я знаю, кого депортируют, кому могут сейчас прийти, и на пятеру закрыть, и какой-то, блядь, орлов начинает мне вкидывать, что, вот твое время ушло, ты подожди пару годиков, посмотрим, уйдет ли твое время, поэтому, да, а мериться хайпом, братан, типа, ты как будто, вот знаешь, как Эйнштейн, в своей релятивистской теории исключаешь время, вот есть пространство, есть события, а времени нет, если есть события на таймлайне, то это уже случилось, да нихуя подобного, вот в этом конкретном случае, нихуя подобного, я не требую извинений, я просто хочу с тобой нормально поговорить, все, спасибо за внимание, прошу прощения за длительный спич, но это сообщение исключительно к тебе, я надеюсь, что ты выйдешь на связь, в телеге мы писали, в телеге мы писались, договаривались о выступлении, но вот такую подлянку, я не вижу, кто вырезал этот ролик, почему так, почему не вырезаны другие моменты, где с тобой мы взаимодействуем, достаточно часто в зале, когда я спустился с випки, еще раз говорю, ты искал от меня, я видел, блять, глазами, я знаю, как происходит стендап, и как работает фокус внимания, выступающего на сцене, когда все валится нахуй, когда шутки не заходят, а шутки у тебя не заходили, это нормально, это тоже нормально, все, поэтому я заканчиваю это нытье, спасибо за внимание, намасте, буду в Бангкоке в середине апреля, Маякуй, Паттайя, Пхукет, Бангкок, Панган, Самуи, вот, что хочешь, вот, сгоняю, просто поговорим, моя студия, видео, перезв... моя студия, видео, аудио производство, она хуительная, лучше на острове, наверное, нет, сделаю, что угодно, в любом конце света, поэтому мне интересно работать с такими людьми офф-топ, опять-таки, я говорил уже, что впервые в жизни я поговорил с человеком, которого можно назвать акционист, это абсолютно редкий подход художников, которые прямо вот за свои идеалы, потом вы умерете, за свои идеалы, они делают вещи, которые шатают лодку, шатает ли комик лодку? Нет. Он клоун да пида... Ну, типа, вот, плохая тема, веселая тема, плохая тема, веселая тема, размазывание смысла, в зал, из зал человек выходит, ох, классный был, да, я вот уроку, пожал ему, нет, блядь, когда из зала выходит какой-нибудь Бен Шапира, ну, там другие разговоры, понимаешь, то есть, я не хочу, опять-таки, подводить к тому, что всех комиков надо перевести, вешать на суках, но я хотел бы просто понимать людей из сферы. Я сейчас понял, чела, который был акционистом, положил свою жизнь на исследование очень сложных технологий, при этом выступал в куче международных экспозиций и делает лютейшие вещи на переднем крае, там, неростей, хай-тека, эко-хай-тека, то есть, это тип, который мыслит системно. Мыслит ли системно комик? Нет, блядь, он подмечает, разгоняет, панчлайн. Давайте вот без этой хуйни, пожалуйста. Если ты напишешь или не ответишь на всю эту историю, я не собираюсь быть терпилой, мне это заебало. То есть, сколько мне можно говорить, что, а, он и не это имел в виду, а, у меня есть еще материалы. Вот они, материалы, лови. Ничего я сливать не собираюсь, мне похуй. Панчлайны твои, ну, как-нибудь уж посмотришь, особенно в роликах, которые у меня набирают копейки. Я напомню, что я не слил ни одного твоего панчлайна. Я сделал ровно так, как ты просил. А когда начинается дерьмо из разряда, вот, вирусный ролик, единственная вырезка со стендапа, не когда ты там взглядом просил меня поддержать, как-то найти тебе сетап, чтобы ты шутканул, получается какая-то срань, блядь. Я этого просто не понимаю. Я за то, чтобы расставить точки над «и». Давай сделаем подкаст. Вообще-то вспоминать эту тему не будем. Мне интересно пообщаться со стендапом новой школы. Все. Потому что данный момент, мое отношение к стендаперам – это те люди, которые так или иначе сглаживают ровные, неровные, кривые углы с властью. Нормальный стендапер не живет в России. Моя позиция. Как угодно, блядь, со мной в спорте, но если ты живешь в России, ты зарабатываешь бабки корпоративов, банков, людей и так далее. А война где-то там далеко. До новых встреч.